Здравствуйте! Это программа «Бизнес-диалоги» и я ее ведущая Инна Языхеева. Сегодня мы поговорим о книгах, а точнее о том, как на них заработать. Узнаем, ценят ли люди в наше время компьютерных технологий книги в бумажном переплете. О плюсах и минусах этого интеллектуального бизнеса нам расскажет директор издательского дома «Книжники» Борух Горин. Борух Горин родился в Одессе в 1973 году. Директор издательского дома «Книжники». Жизненная кредо. Если захотеть, то можно добиться всего. Здравствуйте, Борух Ионович. Расскажите, как вы начали заниматься книжным издательством и почему именно книги? Двери в этот бизнес, если это можно так назвать, я открыл 25 лет назад, когда 26 уже скоро будет, когда мне было в общем 17 лет. Поэтому вопрос от этого становится еще более, конечно, интригующим, почему 17-летний мальчик решает заниматься именно вот в таком роде деятельности. Но для меня это не было вопросом. Я с ранней юности интересовался журналистикой, я работал уже в старших классах в взрослой газете и даже получал зарплату больше, чем моя мама учительница фортепиано. Потом, когда я пошел учиться в Ешиву, казалось, что этот выбор отошел в сторону, потому что жизнь резко изменилась. И когда через некоторое время оказалось, что одно с другим не только совместимо, но и совершенно необходимо возглавить или лично заняться сегментом еврейской журналистики, еврейской книги и издательской деятельности, это для меня был абсолютно естественный выбор, потому что это был с самого начала выбор профессии для меня. А с другой стороны, в 90-м году, когда мы начинали, это была абсолютно зияющая пустота. Не могу сказать, что она была восполнена до 2007 года на книжном уровне. То есть книги выходили, конечно, еврейские, но те объемы, которые стал поднимать наш издательский дом, они, конечно, беспрецедентны. За 10 лет издали книг больше, чем все остальные издательства на русском языке, когда бы то ни было. А как много сил и финансовых средств вы тратите на свое книжное издательство? Для нас издательство – это не только и не столько бизнес. То есть для нас это скорее важно, чтобы был живой организм, в котором издательство имеет возможность на самоокупаемости издавать постоянную еврейскую литературу. У нас нет задач на этом заработать большие деньги. Скажем, американские крупные издательства, они сотрудничают с Голливудом, например. То есть изначально права продаются Голливуду, это большая часть доходов. Ничего такого, конечно, у нас близко нет. Мы рискуем все время. Есть сегмент литературы, который нигде в мире вообще не выходит с надеждой на прибыль. Все наши книги религиозные, например, которые мы готовим с нуля, толмут у нас выходит. Или у нас выходит Мишна, или выходит Труды Маймонида. Это очень затратный проект. То есть людей, которые могут готовить такие книги, в мире очень мало. Это очень трудоемко. То есть это, в общем, десятки, сотни тысяч долларов. Никакая из наших книг такого сегмента не стоит на выходе тех денег, которые стоит ее подготовка. Значит, что дальше происходит? Либо вы находите частного спонсора. Мы плохие в этом, не очень много еще спонсоров. Другое дело, что мы счастливые люди. К нам спонсоры иногда сами приходят с предложением поддержать то или иное направление деятельности. Либо мы издаем сами. То есть издательство тратит на этот убыточный проект деньги, которые принесены из проектов прибыльных. То есть у нас, в принципе, нет никаких средств, которые из проектов вытаскиваются. Это все идет на инвестиции очень далекие. Я как понимаю, вы работаете за идеи, правильно? Я уверен, что все большие бизнесы построены исключительно, когда есть идеи. Если бы Маркут Сукербергу состоялась задача только заработать деньги, он никогда не сделал Фейсбук. Он ушел из университета, его все считали сумасшедшим, его акционеры уходили от него. В результате он сегодня один из самых богатых людей мира. Почему? Потому что для него общение, то есть создание доступа к общению между людьми было товаром. Он понимал, что это очень важная идея. Когда человек в Индии с человеком в России может подружиться за две минуты, когда у детей в Африке появляется доступ к первоклассному образованию, когда буквально библиотека Конгресса США в один клик находится и так далее, и так далее, вы меняете мир. Вот когда перед вами стоит такая задача, как стоила перед Марком Сукербергом или Биллом Гейтсом, вы можете стать великими инвентарами, что называется, великими создателями, не просто зарабатывателями, людей, которые зарабатывают большие деньги. Поэтому, в принципе, я верю и в коммерческое будущее нашего проекта. То есть нам, как коммерческому издательству, всего несколько лет. Мы сегодня уже самостоятельно стоим на ногах. Конечно, я верю в то, что через какое-то время мы станем и прибыльным издательством. Другое дело, что это прибыльное издательство все равно построено на... Значит, мы будем больше издавать. Оно все равно построено на идее расширения линейки книг, а не на расширение имущества акционеров. У нас акционеры изначально прописано, что они не делят прибыль. В нашем уставе прописано на это. То есть это, конечно, культуртрейгерский проект, построенный на бизнес-принципах. Но держится это, конечно, в первую очередь на идее. Бор Холонович, расскажите, какие самые популярные книги вашего издательства? У нас самая продаваемая книга, вот эта Тора, это наш перевод, современный перевод Торы, что очень важно, перевод Торы на современный язык. И вот эту книгу, которую мы издали 10 лет назад, в новом переводе, на мой взгляд, прекрасном переводе Дмитрия Сафронова, она уже выдержала 9 переизданий. Это очень много. Это абсолютный фаворит во всей нашей издательской деятельности за всю историю. Но это понятно. То есть, скажем так, тут нет чудес. Вот книга, интерес которой мне не так понятен. Это книга Анны Франк «Убежище» дневник в письмах. Конечно, во всем мире это главная, наверное, книга о Холокосте. Но то, что она в России станет пользоваться таким успехом, мне не приходило. Мы ее перепечатываем буквально каждые полгода. И это очень-очень много, очень часто. Я думаю, что ее общий тираж уже около 100 тысяч экземпляров за всю историю. У нас большой сегмент детской литературы. Мы издали около ста книг. От, что называется, раскладушек для деток совсем маленьких, до подростковых книг серьезных. Вот у нас вышло две книги, скажем, подростковых романов Давида Гроссона, который сейчас получил Букера. Единственный израильский писатель за всю историю, который получил Букера. И это очень хорошие книги. Но почему-то огромной популярностью пользуется именно вот эта книга, которую я держу в руках. И это идеал того, как книга должна быть сделана. Это не скучно о серьезных вещах. А каков основной контингент в вашем магазине? Наши книги представлены буквально в любом книжном магазине России. Наши основные покупатели – это крупные книготорговые сети, которые доставляют эти книги от Москвы до Владивостока. И очевидно, что львиная доля покупателей – это не евреи. Мы не считаем, что книги могут быть хороши, если они интересуют только евреев. Так не бывает. Если книга хороша, она заинтересует всех. И мы видим по отзывам, по ярмаркам, на которые мы перевыезжаем в разные города России, что нет, люди идут к нам абсолютно не по национальным интересам. Конечно, есть книги, которые интересуют почти исключительно евреев. Например, какие-нибудь философские труды Маймонида. Интересно, знаете, каков годовой оборот в вашем издательстве? Эта финансовая отчетность, она очень разносторонняя. То есть оборот буквально, грубо говоря, на какие деньги мы издаем книг – это около полутора миллионов долларов в год. Это все открыто. Так сказать, это нечего скрывать. Но если говорить о серьезной финансовой отчетности, сколько вложений, сколько внимается в результате, сколько вкладывается из этого всего, то, конечно, мы работаем над тем, чтобы выйти в ноль. То есть у нас деньги крутящиеся. Это такой интеллектуальный МММ. Продали книг, издали следующую книгу. С точки зрения бизнеса нам лучше всего закрыться и вытащить все деньги с продаж. И все. И дальше до конца жизни жить более-менее обеспечено. Намного больше, чем мы можем заработать в этом издательстве. Но этого не будет. Потому что жизнь не для того, чтобы вытаскивать деньги. Это неинтересно. В век компьютерных технологий какова ситуация с печатными книгами? Международное исследование показало, что в прошлом году впервые, что называется, крейсер развернулся. Впервые в книге бумаги опять продаются больше электронных. И как-то мы видим немножко поднадоение. Это вот абсолютно международный тренд. Что касается России, она не успела полностью электронизироваться никогда. То есть все равно у нас большая часть покупателей, это, конечно, покупатели бумаги. Что касается, скажем, религиозного нашего читателя, то это все покупатели бумаги, потому что читают книги очень многие по субботам, когда нельзя пользоваться электронными приспособлениями, гаджетами. И это нас спасет всегда. Это не изменится. А вот динамика развития вашего бизнеса. Какой самый читающий месяц? Ну, я бы так выразилась. Декабрь – это самый читающий месяц, самый продаваемый месяц, ну, потому что подарки люди ищут на Новый год. Начальнику, товарищу, коллеге, мужу, жене. И еврейская священная книга – это хороший подарок. Есть более-менее мертвые месяцы, это летние месяцы. Я могу сказать, что в прошлом году мы этого не почувствовали. Это очень сильно зависит, как вы подготовились к этому месяцу. Я раскрою бизнес-секреты, что если вы в мае издадите какие-то, на мае отложите книги повышенного спроса, что называется, то есть, например, Толбуд, Нового Толбуда все ждут. Его можно издать в ноябре, таким образом, в декабре, заработав много денег, гораздо больше, чем в декабре обычно. А можно подсуетиться, издать его до лета. И тогда он плавно даст, обеспечит вас прибылью на лето. Что вы посоветовали человеку, который хочет открыть книжный бизнес? Стоит ему, не стоит? Какими он должен обладать качествами? Во-первых, он должен любить книги. То есть не надо заниматься делом, которое ты не любишь. Должны быть в издательствах экономисты, должны быть маркетологи. Все это должно быть. Но если эти все люди не любят книги, если им все равно чем торговать коврами или книгами, то, скорее всего, ничего не получится. Это во-первых. А во-вторых, что касается книжного бизнеса, это я уже сказал косвенно, надо занимать нишу. То есть нельзя пытаться бегать на перегонки с теми, кто этим занимается много-много лет, и уже получили свой рынок. Отхватить кусок рынка гораздо сложнее, чем создать новый. Но кроме любви, кроме книгам, кроме, что называется, ниши, надо понимать, что любое дело требует профессионализма. То есть нельзя пытаться вложить поменьше, заработать побольше. Начиная книжный бизнес, надо понимать, что это неприбыльная вещь, не принесет тебе огромных доходов. По крайней мере, первые годы. Это тяжелый труд с довольно сложной предсказуемостью. И все советы, которые я могу дать, это только долгоиграющим игрокам. Человек, который не просто открывает бизнес, который, как ему кажется, выгоден, а откроет дело жизни, которое он передал своим внукам. Это надо строить издательский дом. Издательский дом строится примерно как английский газон. Аккуратно стричь каждое утро, так на протяжении 150 лет. Благодаря Боруху Горину издательский дом книжники будет существовать еще не один десяток лет, а может и сотни. Даже тот факт, что вся его личная библиотека плавно переехала в издательство и гармонично дополняет его, говорит о многом. За годы существования издательский дом книжники выпустил в свет 600 книг. Над ними работали тысячи людей со всего мира. Это и штатные сотрудники, и те, кто работает на фрилансе дистанционно. Отдельная тема типография. Мы решили приоткрыть завесу тайны и посмотреть, какой путь проделывает книга, прежде чем попасть к вам на полку. А это одна из десяти российских типографий, где печатается продукция издательского дома книжники. Давайте посмотрим, как рождается очередная новая книга. Сегодня это 500 экземпляров книги Алана Ислера «Живое свидетельство». Поможет нам раскрыть все секреты печатного дела главный технолог типографии «Столица-8» Сергей Илюхин. Сергей, давайте соберем одну книгу от начала до конца. Да, давайте попробуем собрать одну книгу. Мы вам покажем весь процесс от начала до конца. Давайте, это будет наше общее дело. Это так называемые блоки будущей книги. Они с неровными краями и не спрессованные. Перед них ждет большое путешествие, в котором они превратятся в настоящие книги. Блоки один за другим отправляются специалистам на дальнейшую обработку. Важно одинаково распределить все книги и под верным углом. Ведь в случае ошибки книга будет считаться браком. Вот с этого начинается процесс создания книги. Пока все идет по плану. Наша книга должна в буквальном смысле пройти огонь и воду и метные трубы. Дальше она идет по конвейеру. Клей наносится сбоку, здесь обжимается. И дальше она идет пресс, который отсекает книги блок за блоком. А где возникает вот этот запах книги? Ну, наверное, возникает запах книги сначала в голове тот, кто эту книгу издает. Я думаю, так. А после этого из головы переносится на бумагу. То есть вы тут ни при чем? Мы только изготавливаем. Мы творцы мыслей. А далее нашим книгам придадут форму. Их ровно подрезают с трех сторон. Блок приобрел уже какую-то форму. Уже, в принципе, можно читать. Метрополитеновские романы, в принципе, уже этого достаточно. Здесь она сушится. Это сушилка, да? Ну, как бы, да, окончательная сушка. Какой градус там температура какая? 170 градусов. Ну, главное, чтобы не подожгли их. Нет, нет. Когда ее начинаешь поджигать, у нее, она становится черной. Иногда это тоже бывает, но мы за этим следим. Дальше она попадает уже на основную вставку. Вот с этого узла начинается уже полноценное рождение книги. А это значит, что блоки находятся у финишной прямой. Они вставляются в обложку и уже готовы к транспортировке. А вот и готовые книги. Отсюда они попадут на книжные лапки. Читайте книги, любите их. Теперь вы точно знаете, что построить интеллектуальный бизнес не так-то просто. Нужно любить книги и полностью посвятить себя этому делу. Это была программа «Бизнес-диалоги» и я ее ведущая Инна Изюхеева. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok